Приветствую! Сегодня мы поговорим о совместном проекте Минобороны и платформе LobbyX, который называется Recruiting в ЗСУ. Да, вот такая у нас эволюция происходит от мобилизации к рекрутингу. И это совсем не значит, что мобилизации теперь не будет, а будет только рекрутинг. Эти два, скажем так, проекта будут работать параллельно. И сегодня мы поговорим о том, как будет работать рекрутинг в ЗСУ и, естественно, обсудим юридические тонкости этого момента. Ну и начнем мы, естественно, с того, что зайдем на сайт платформы LobbyX и посмотрим, а что же они нам предлагают. И вот мы видим платформа LobbyX. Здесь мы видим, что предлагают нам. Род войск можно выбрать. И мы видим сухопутные войска, морские силы, воздушные силы и так далее. Специальность, по которой можно служить. И видим тут IT, РЭП, артиллерия, БПЛА, связь и так далее пошло. И условия. То есть все, что могут выбрать себе люди с ограниченной пригодностью. И ПРВД, да. Вот то, что важно для военнослужащих. Вот здесь вот, что они могут перевестись через эту платформу. Далее. Давайте попробуем, вот проверим, как это работает. Да, но здесь мы видим, что дальше идут масса предложений. Еще, еще. Ну, а посмотрим более конкретно. Где мы все хотим служить? Конечно же, в командовании. И, конечно же, не в каких-то сухопутных войсках, да. А мы бери выше, что называется. Мы хотим в МОУ. И выберем сразу командование. Посмотрим, что нам предложат. Ой, ничего нам не предложили. Кого-то удивило? Нет, меня это не удивило. Но я должен был попробовать, а вдруг бы получилось. Ну, вот давайте посмотрим. Сухопутные войска сейчас говорят, что что у нас. Это война артиллерии. Да, вот артиллерию выберем. И смотрим. Вот здесь предложений уже поменьше. Да, и, соответственно, мы можем выбрать. Вот видим, должности какие и где служить. Здесь мы видим третья окрема штурмовая бригада. Это, да. Здесь 516-я и 516-я. Да, вот по сути выбор невелик. И должности, по которым можно служить. Вот выберем первую, давайте. Старший, на видных миномета. Что здесь нам предлагают? Здесь идет информация о бригаде, обязанности, которые человек должен выполнять, требования и условия. И вот посмотрим условия. Что здесь за условия? Официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту. Возможность есть для перевода тех, кто уже служит. И денежное обеспечение от 20 до 150 тысяч гривен в зависимости от поставленной задачи и места службы. И вот здесь я хочу сразу обратить внимание. Вот мне как-то в комментариях, когда я сказал, что военные не получают 100 тысяч круглогодично. Очень часто они получают гораздо меньшие суммы. Мне не поверили, мне там написали, что да что ты знаешь, да везде пишут, что 100 тысяч все получают. Нет, не 100 тысяч. Вот посмотрите, сейчас, по сути, вы видите официальное предложение от Минобороны. И вы видите, как оно звучит. От 20 до 150 тысяч. В зависимости от поставленной задачи и места службы. А что это значит? Это значит, что если человек находится на нуле, там в самых-самых горячих местах условно 3 дня, то вот эти 3 дня ему рассчитывают зарплату, исходя из суммы 150 тысяч в месяц. А потом его переводят, там какая-то ротация, и его переводят дальше от нуля, и там уже 20. И вот все. И не получается так, как мы себе представляем, что военный там получает 100-120 тысяч постоянно. Нет. Все зависит от того, где ты служишь. Ну и дальше. Если человеку подходит эта вакансия, то, соответственно, здесь есть вот контактные данные, куда он может отправить письмо и отправить, соответственно, свое резюме. Далее с ним связываются собеседование, ВЛК и все по процедуре. По сути, мы с вами видим реализацию вот той самой смарт-мобилизации, о которой мы говорили пару недель назад. То есть, действительно, у человека появляется возможность выбрать себе должность, выбрать бригаду, где он будет служить. И, конечно же, упирается вся эта история в два момента. В момент юридический и в момент доверия. Какой момент юридический? На что я здесь обратил внимание? Вот если помните, мы смотрели там условия, и там была указана мобилизация, либо контракт. И что это значит? Это значит, что человек, которого мобилизовали, если он выбрал эту службу, выбрал вот эту должность, бригаду, его туда направили, это совсем не значит, что до конца мобилизации он будет именно там. Почему так? Потому что может появиться другая необходимость. Поскольку война понятие непредсказуемое. Все зависит от того, потребности нашей армии зависят от того, как развиваются события на фронте. А события на фронте еще зависят от того, что делает противник. И может случиться так, что придя на одну должность в одну бригаду, в итоге человек может оказаться совершенно в другом месте. Почему? Потому что у армии будет такая необходимость, и просто его приказом переведут. И отказаться от выполнения этого приказа невозможно. Такой опции нет. И тот факт, что ты приходил через рекрутинговое агентство, не будет основанием для того, чтобы отказаться от прохождения службы там, где тебя направит, соответственно, командование. Поскольку нужно понимать, что армия это все-таки армия. Есть свои особенности этой структуры, и они заключаются в жесткой иерархии. И в том, что за невыполнение приказа человек может понести уголовную ответственность. То есть этот момент надо учитывать. И, соответственно, вот здесь мы из юридического подходим к моменту другому, к доверию. Поскольку вот эта система, она может работать только в одном случае. Доверие. Если у человека, который идет, хочет воспользоваться этой системой, есть доверие к государству, он понимает, что его никто уже никуда не сдвинет с этого места. Потому что юридически, как я вам сказал, человека можно будет сдвинуть с этого места. И вот тут четко человек должен понимать, что государство берет на себя обязательство обеспечить ему службу именно там, именно по той специальности, которую он выбрал. Иначе все это полетит. Это не будет работать. И, соответственно, государству здесь и людям, которые принимают решения, нужно, ну, скажем так, поднапрячься, да, в каком-то смысле. И обеспечить формирование вот этого доверия. А у них сложная работа стоит, как мы прекрасно понимаем, потому что с доверием у нас есть проблемы. И объективно есть, и не люди виноваты в том, что там есть проблемы с доверием. В целом, мне думается, что эту идею следует оценить позитивно. Я очень надеюсь, что она будет работать так, как задумано, так, как это должно быть. И все это приведет к тому, что наше государство станет только сильнее. На этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было полезным, поставьте ему лайк, подписывайтесь на мой телеграм-канал. И, конечно же, подписывайтесь на ютуб-канал, если еще не подписаны. Ну, а я вам пожелаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.